Какой ребёнок в 13 лет с удовольствием будет читать записки охотника? А ведь Тургенев такой замечательный писатель, у него такие потрясающие есть произведения, да после этого только убить Тургенева захочется. Вопросов у словесников много. В проекте стандарта книги чётко привязаны к годам обучения, при этом не всегда им соответствуя. Зато на количество составители не поскупились. Список на 36 страницах. Полное отсутствие современной литературы, которую, казалось бы, самое время добавить, раз меняется стандарт. К каждому произведению рекомендации по анализу. И вот эти бедные несчастные дети должны будут писать. Своеобразие, звучание, финал состоит в том-то и том-то. Но это всё, это убить литературу раз и навсегда. Другой вопрос, вылится ли это количество нагрузки в качество. По мнению литераторов, скорее наоборот, обернётся отвращением к чтению. А ведь совсем ещё недавно популярен был список из ста книг, которые нужно прочитать, чтобы считаться образованным человеком. Для современных детей и это сотня достижений, ведь это поколение сообщений в соцсетях. 235 произведений на 5 лет обучения, по нашим подсчётам, это около полусотни каждый год и примерно 4 в месяц. Но литераторы переживают, что при таком подходе знания школьной программы сведются к прочтению кратких содержаний, а то и вот таких пособий. Не торопись. Семиклассники 122-й гимназии торопиться не любят. Каждое произведение живо обсуждают вместе с учителем, чтобы не упустить главное. Это он так думает, а дети как мамы. А дети думают, что главное, что должны дать им уроки – любовь к литературе и желание читать. Моя мама знает примерно, какие книги обязательные, и даёт их мне, может быть, чуть-чуть пораньше, чем мы это проходим. И из-за этого я могу читать то, что сама хочу. То, что задаёт учитель, мы успеваем читать, а вот когда выбираешь собственную книгу, не всегда. Один стандарт и общий учебник для всех должны помочь, к примеру, если ребёнок меняет школу или даже регион. Но есть разные ученики, разные классы и уровень детей. Поэтому специалисты уверены, что в преподавании литературы обязательно вариативность. Это, прежде всего, вид искусства. И поэтому здесь возникают дополнительные акценты в преподавании литературы, эмоциональное освоение литературы, нравственные какие-то категории. Открытое письмо гильдии словесников против нового стандарта подписали больше 700 учителей литературы, методистов и вузовских преподавателей. Министерство образования страны отправило проект на доработку до 28 марта. Лена Зинатульна, Данил Филатов, Игорь Романов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова